Плацкарт Плацкарт — это два туалета, соединенных коридором И все это движется Уже через пару дней я, наконец, вышел из вагона И полной грудью вдохнул чистый московский воздух Е-е-е-е Первое, что я увидел в Москве — собор Василия Блаженного Просто было жарко, и мужчина шел без футболки Уже через неделю все наладилось Я нашел работу И, вы знаете, дела сразу поперли в гору И вот я в Бентли Пылесошу Убираюсь там Ну а что, пятьсот рублей — тоже деньги Поясню для Портера Пятьсот рублей — это десять евро Вскоре я начал общаться с очень влиятельными людьми Однажды даже сам Николай Фоменко подошел ко мне и сказал Оно отошел от машины, урод Ходят тут всякие Моя Маруся А вот потом дела пошли не очень И я решил использовать свой последний шанс Я поехал в дом КВН При входе меня встретил Юлий Соломонович Гусман И со словами А ну-ка, пацан, дай гитару Он начал петь Много повидал на своем веку Простой пацанчик из Баку Я тихонько забрал гитару И пошел дальше Навстречу мне вышел Александр Васильевич и сказал Вау, кого я вижу Еа Ну я немножко преувеличил, конечно Еа, он не говорил На самом деле он спросил меня Айдар, а хочешь шутку? Я говорю, конечно, Александр Васильевич Ну так идеи придумай И вот я здесь Сижу на сцене Я КВНчик Еа Ну да не Гусман И нет Маруси Айдар Гарая Спасибо Мы команда из провинции И чтобы победить в Кубке Мэра Нам нужно покорить Москву Поэтому в своем музыкальном фристайле Мы решили показать историю первого человека из Орла Которому это удалось Вот Москва Семидесятых Столько парков и аллей Ни одной Здесь иномарки, пробки Только мазалей Из Орла в Москву приехал паренек Перед ним открыто тысячи дорог Надо было в метро становиться на лестницу, которая вверх едет Добрый день, молодой человек Здравствуйте Вы, наверное, хотите проверить мои документы? Да что вы, что вы Я же вижу, вы человек хороший Просто хотел поинтересоваться, зачем в Москву приехали Метро строить Тю, да как вы будете строить то, чего никогда не видели? Ну, коммунизм мы же как-то строим Юморной ты парень Удачи тебе Спасибо Девушка, а не подскажете, а 13-й автобус здесь останавливается? А я смотрю, вы не местный, да? Ой, у вас монетка упала Да не поднимайте, там копейка всего А я смотрю, вы местная, да? Ну и где же вы в Москве остановились? Ну, комсомол нам дал общежитие в 15 километрах от крайней станции метро Говорят, мы так быстрее ветку закончим А вы где живете? На Садовом Уважаемые гости нашей страны Приветствуем вас на Московской Олимпиаде Товарищи, have you dollars, have you jeans, have you bubble gum Братан, мы из Кубы, сами за этими приехали Парень, американские сигареты не интересуют? Я вообще-то не курю, но куплю у вас одну пачку сигарет Только пообещайте, что вы на эти деньги купите себе трусы Добрый день, товарищ, вы что-то купили у того человека? Нет Хорошо Пластинки американские сигареты интересуют? Нет, спасибо Товарищи интуристы, проходите сюда Обратите внимание, стадион имени Ленина Стадион Ленина, библиотека Ленина, мавзолей Ленина Странная у вас страна Почему? Все названо в честь человека, который боролся за то, чтобы все было общее Так, всем пять минут фотографироваться Это ты! Я! А ты кто? Ну это же я! Помнишь, на лавочке у метро? Блин, один раз на выпускной перебрала, а теперь всю жизнь всплывать будет Да нет же, помнишь, ты мне тогда сказала, что простой рабочий тебе не пара Вот я и стал ведущим инженером А, ну и как поживает ведущий инженер? Да, Пашу, как вот эти вот Я поняла, поняла Я же вот этот стадион своими руками к Олимпиаде готовил Кстати, вот видишь, Рам? Эта плита бетонная на голову упала Но, слава Богу, без последствий Кстати, вот видишь, Рам? Эта плита бетонная на голову упала Но, слава Богу, без... Я поняла, поняла Ладно, пока ведущий инженер Подожди! Что значит пока? Я же стал тем, кем ты хотела А теперь я хочу, чтобы ты бизнесом занимался Чтоб я, ведущий инженер С двумя высшими образованиями стал торгашом Да, скорее, союз развалится По Москве Из девяностых изменения бедных Она все еще столица Но уже другой страны Очень точно писала все на нам Со страной случилось оба чина-на Орловская картошечка Подходим, покупаем Ради Бога У тебя, Гликуха, масленица? Ну да А чего масленица? Да мне палатку каждый год сжигают Ну все, братан, у тебя будут проблемы Да сейчас у всей страны будут проблемы Ельцин на второй срок пошел А ты вообще кто? Я Рома Баттерфляй Ну а что ты сделаешь, Баттерфляй? Че я сделаю? Че я сделаю? Пацаны, пацаны! Идите сюда, пацаны! Пацаны! Пацаны, да вы знаете, кому я сейчас позвоню? А я же еще не успел позвонить Да я просто это, антенну увидел Так, я не понял, а че тут? А, понял, понял О, мент Лови, вода, лови! Стасик, Стасик, подожди! Это ты? Я Выглядишь как проститутка Спасибо А ты кто такой? Ну это же я Помнишь, ты мне тогда сказала, что нужно стать бизнесменом Вот я бизнесмен Ну и чем занимаешься, бизнесмен? Так, продаю котлеты по-киевски на Киевском вокзале Кур на Курском, казаны на Казанском Водочку на Белорусском Ну тут никакой фишки, просто водочка сейчас везде хорошо идет Ну че, пойдешь за бизнесмена? За бизнесмена пойду Стасик, подожди, без меня не начинайте! Современная столица в себя лучшие взяла Из семидесятых парки и аллеи забрала Из восьмидесятых стадион большой А девяностые прошли хорошо Девушка, извините, а тринадцатый автобус здесь останавливается? А я так понимаю, вы не местный, да? Ну да, только приехал Видишь, внучок, еще один попался Куда попался? Да я же, как и он, всю жизнь бегал Психовал, обижался, пытался найти другую Но по-настоящему смог полюбить только ее И что самое интересное Я постоянно менялся ради нее Но как только я становился тем, кем она хотела меня увидеть Она тут же менялась сама А как ее зовут? Ее зовут Москва А, то есть, эта история не про нашу бабушку? История про нашу бабушку звучит так Подсаживаю я как-то женщину на верхнюю полку плацкарта И? Все На вот, внучок, иди купи себе мороженое У тебя монетка упала Дедушка, это всего лишь десять рублей Это ты, москвич, а я родом из Орла А сегодня судьбу последнего финалиста решают люди, которые тоже когда-то приехали в Москву Мы ни на что не намекаем, но, уважаемые жюри Нам, как приезжим, надо держаться вместе Команда КВН такая история Спасибо за сезон В этом сезоне наша команда прошла через огонь и воду Осталось только пройти через медные трубы Итак, встречаем Камызякские псы с песней о своем любимом городе Мы вышли из дома совсем ненадолго Три года назад Прости, Камызяк Последнюю песню в игре Мы споем о Москве Э-е-е-е-е-е-е Давай-ка, мы зяки! Лови город дорог От города надешь Вот пролетели три года, как депутатский протеж Нам есть что сказать По большей части, спасибо Москва, ты с первой секунды Нас удивила Мы прилетели в столицу, внутри железной птицы Да ладно, шутим, мы не настолько тупицы Мы попали сюда, как на другую планету Полдня смотрели на Кремль, спасибо пробкам за это Тебя любил Высоцкий, тебе писал Есенин Тебя своей походкой щекочет Серёжа Зверев Здесь даже маленьких собачек носят на руках Жёны тех, кто крепко стоит на ногах Москва, не Россия, здесь свои порядки Здесь не найти от ноги и толстой зарядки Здесь IT-технологии, прибыльный бизнес Здесь не найти и зарядки на Симминс Мы в Москве обошли все огромные молы Но здесь не нашли зарядки от Моторолы Пишу домой телеграмму, мама, всё в порядке Кстати, никому не нужно три телефона, только они без зарядки Москва, Москва, Москва Эй, Москва, ты реально меняешь Москва, Москва, Москва Братан, Камызяк, ну ты же всё понимаешь Красная площадь, Орбат, Воробьёвы В ДНК, ГУМ, Китай, Город Мы видели всё, и мы были везде Но лучшее место именно здесь Лучшее место в Москве именно здесь На КВН Видели, как играет финал Камызяк? На финале окон спасибо за всё, друзья Камызяк, Камызяк, Камызяк Вы знаете, друзья Мы вот тут подумали и поняли, что КВН — это самый долгий сериал в мире И в конце финальной серии 52-го сезона Мы бы хотели наградить всех создателей этого сериала Друзья, это медали за отвагу Потому что показать Камызяк на первом канале Могут только отважные люди Давай, пацаны Пацаны, осталась ещё одна медаль Ты знаешь, для кого она Что говоришь, мальчишка? Ну почему, наверное? Это медаль тебе Ты самый первый игры с нами У нашей команды были взлёты и падения Но ты всегда был рядом с нами Поэтому это медаль тебе Тебе, наш зритель Камызяки! Жить в Москве — мечта многих И часто бывает так, что твои соседи сдают квартиру Но не всем Всё, всё, всё До свидания, до свидания Я сказал, квартира сдаётся исключительно лицам славянской внешности До свидания Всё Да? Да, сдаётся Да, славянам А, вы внизу поднимайтесь, я встречу Сейчас Ой, ты, гой, если добрый молодец Челом бьём Из самого Архангельска с рыбным обозом идём горницу твою посмотреть Да, боярин А вы точно русские? Ишь ты какой! Ты сначала накорми, напои, спать уложи А потом уже выпытывай По рукам! Что по рукам? Он говорит, по рукам видно, что человек вы добрый Какой-то странный у вас восточный акцент Нудык Новогиреевский Что? Я говорю, у тебя балкон маленький А зачем вам большой? Аксись, боярин, как это зачем? А где чучело на масленицу сжигать? А ли мы не православные? Ну, ну, ну зато метро рядом есть А речка? Что речка? Речка рядом? Нет Худо Скоро крещение А детей где будем крестить? А? Слушай, странные вы какие-то Давайте я вас по истории России погоняю Год отмены крепостного права 1861 год Правильно А месяц? Рамазан Что? Ловил Афанасий сома И сому Афанасия съел Живет Афанасий в соме Питается чем сом пошлет Хей! Добрые вы какие-то веселые люди Сейчас я на стол что-нибудь накрою Подождите Богатырская наша Русский, русский, вот тебе крест Андреевский? А то Ну давайте, коль русский По нашим традициям О, благодарствую Ну, до дна, по одной Или вы не хотите? Ой, страшно хочу Но как-то без закуску не пристало Добро переводить Че, это я точно добро-то, елки Вот у меня, пожалуйста Сало Сало Свяное Ну так свяное? Мое любимое Ну как, коль любимая, давай тогда Вот с закусочкой По одной За знакомство Ну, или вы не русские? Да русские мы Все, все, все Ну, давайте До дна Лучка бы еще Лучка точно Я сам люблю Сейчас принесу Сейчас подожди Эх, соседи Выпить есть? Че, пить начал? Да это не мне Это хозяин квартиры Он же миликсанер Сейчас милицию в полицию переименовывает А его одного почему-то нет На, конечно, есть На, бери Сало 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 Давай, давай Так Ох ты А вы че, уже все Управились? Да Вот это по-русски, а Да Вот это, верю Выпили уже все Ну, сейчас я еще одну принесу Телефон Нашел Не звони сюда Не понимаю, как страна, победившая Наполеон и Гитлера Не может победить алкоголизм Дорогая, алкоголизм не нападал Если честно Если честно, квартира маленькая Не волнуйся, дорогая Диоген тоже начинал с бочки Мы здесь пять минут, а ты уже начал их защищать И все-таки он какой-то странный Как говорил Михаил Булгаков Москвичей испортил квартирный вопрос Нет, это все загадочная русская душа И ты веришь, что у людей, которые сдают квартиру за две тысячи долларов, есть душа? Не понимаю, не понимаю я Как вот из-за вот этого можно было мне квартиру не сдать? Да, окон и дверей здесь нет Ну какая это горница? А? Ты видишь здесь людей? Нет И я не вижу По рукам Да заткнись ты уже Это что же песни? Мы сейчас все объясним Но это Новогеревский Да какие Новогеревский? Я вас сразу раскусил Не русские вы Ладно, жена Пойдем Другую квартиру найдем Пойдем Да куда вы пойдете? Оставайтесь у меня Ночь на дворе Да и друг ваш пусть остается У нас у русских так не принято В тесноте это не в обиде, что ли? Конечно Тем более знаете, как у нас говорят Новогеревский, да? Нет Свибловские мы Зенок Если вы собираетесь приехать в Москву Но еще не знаете, как там себя вести Мы предлагаем посмотреть наши обучающие видео уроки Андрей, что ты делаешь? Я собираюсь в Москву Но я совсем не знаю, как себя там вести В этом тебе помогут Видео уроки Москва для чайников Ну вот вы и в Москве Следуйте определенным правилам поведения Если у вас нет регистрации Избегайте милиции Будьте бдительны Остерегайтесь ворюк Мы вам расскажем Как мы засели Как мы однажды Сели на мели Плыли, плыли Вдруг остановка Скажем прямо Очень неловко Хуже на свете Нет положения Чтобы почувствовать настоящую московскую жизнь Постойте в пробке Не забудьте погулять по ночной Москве Эта прогулка не оставит вас равнодушными О, Господи О, Большой театр Обязательно посетите московские кинотеатры Эй, Вадимка Я не Вадимка Если милиция вас поймала Попытайтесь освободиться Я на позитиве На этом уроки закончились Теперь вы готовы к Москве А дайте, пожалуйста, кекс с изюмом Самый звездный московский бутик Добро пожаловать в наш храм моды Я могу вам чем-то помочь? Ну да, мне нужна кофта Что? Кофта Может быть Кардиган? Может быть Джемпер? Пул-ауэр? Ну да, свитер Жан-Поль, подойди, пожалуйста О, Боже мой Не смотри туда, я не знаю Он хочет свитер С начесом О, Господи Понимаете? Ну мне что-нибудь теплое, чтобы в Якутии не замерзнуть Земляк! Жан-Поль, фу! Жан-Поль, забудь, я забыл и ты забудь Таких не должно быть на нашей планете Ты прав, давай убьем его Давай лучше продадим ему что-нибудь из прошлогодней коллекции Ты такой жестокий, Жан-Поль Пожалуйста, примерьте Че ты мне впариваешь? Это с прошлогодней коллекцией План Б Держи его Моя звать Марат Я в Москва приезжай Буду туда-сюда ходи Там гуляй, смотри Пойдет Я смеяться Тут такой народ глупая Зачем дорогой машину покупай Если моя пешком быстрей ходит Москва Каждый считает свой попа Чище, чем чужой попа Поэтому вот так сидеть Совсем культур забывай Я на Арбат Я на Вы меня слышали? Пешеходный зон парковая нельзя Но если машин красивый, то можно Моя гуляй Смотри, Москва, вора какой наглый Слезай, вора, оттуда Милицию вызывай, женщину Милицию вызывай Вора, вора там Слезай, вора, оттуда Тот, девушка, штаны терять Я ее, помогай Я помогаю хотеть Какая женщина красивая Какая женщина красива Сегодня моя уезжай на родина И моя очень приятная Что видит такая красивая Такая большой город, как Москва Вот это зеленый червяк Вези меня, мой родина Дорогие друзья, история покорения Москвы у каждого своя Но далеко не каждая попытка заканчивается удачно Итак, в кабинете следователя в московском РОВД Кто вы еще раз скажите? Кыргызская мафия Громче говорите? Кыргызская мафия Кыргызская мафия Да, ребят, давайте рассказывайте, что как было Еще раз, что ли? Да я так ржал, что не успел записать Твоя моя Он издевается Позор еще раз пережить, что ли? Прибыли в столицу азиатские лица Покорить Москву наверняка Сама маленькая Чтоб всего добиться и обогатиться В общем, раскатали губтика Нам один риэлтор пообещал жилплощадь Будет в Подмосковье дом родной И вот ночуем в люке Чики с хана внуки Но зато реально под Москвой Захотелось кушать Скинулись по бабкам И пошли в шикарный ресторан Нам один биг тейси Кушать будем вместе Один лет покушал в Кыргызстан Эх, анонлю! Стали думать, братцы, где найти финансы Чтоб в Москве нормально кайфовать План придумав смелый Мы пошли на дело Воровскую кровь свою сдавать Сдали мы пять литров Получили деньги А делец там бледненький совсем Чтобы он не умер Все пришлось потратить На свеклу и на гематоген Полезная штука Деньга не осталось Думаем, что делать А делец уставший наш уснул А во сне случайно Он нам улыбнулся Золотой коронкой ублеснул Взяли плоскогубцы А делец проснулся Стал кричать Ребята, вы чего? Сюда идти Теркали толпою Выпало штук восемь Золотой остался у него Столовый ценный Подсказал знакомый Сдать металлолома Где же взять металлолом в Москве? Есть идея! А делец придумал Самый легкий способ Сняли с мост гордумы букву Г А в процессе дела Жадность одолела Решили больше букв Прихватить Даши, даши! Депутат столичный Ехал на работу Чтобы ОСОРУБУ посетить По Москве гуляем Буквы предлагаем Но не принимают их нигде Нас патруль заметил И вот так совпало Сели в МВД за МГТ Ребята, вам с такой находчивостью не в криминал Вам в КВН надо Уни главарь наш, смелый, придумал Новый Дево Как себя и нас озолотить По этой хитрой схеме Нужно в КВН Золото в медалях получить Давай, джигиты! Москов, ты наш буреночек Москов, ты наш котеночек Здравствуй, Москва, любимая Не подведи меня Все! Мы когда выступаем? А? В семь Ты что написал на руке слово «всемь»? Просто я часы потерял Так, соберитесь Мероприятие серьезное Александр Васильевич пригласил не все команды Но мы все равно приехали Поэтому не резиновая Встречай неизгибаемых They call me Cuban Pete I'm the king of the rumpa beat When I play the maracas I go chick chicky boom chicky boom He's a really modest guy Тихо, 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 тихо Тихо, 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 тихо Ты куда лезешь? Ксения Собчак Но я не Собчак А я и не тебе Здравствуйте Здравствуйте, уважаемые москвичи И Михаил Галустян А он что, неуважаемый? Он просто не москвич А что тогда Гусмана не назвал? Он просто уважаемый Вас приветствуют борцы весовой категории до 80 кг, до 70, до 60, до свидания Эээ, там место в зале освободилось Я знакомого посажу Ну посади Александр Васильевич, садись Да тихо ты Давайте серьезней Тем более в этой поездке нас поддержал наш губернатор Да, она всегда поддерживает нашу идею уезжать из округа Ладно, за что боремся? За кубок мэра Москвы А смысл? Уже ведь решили, что кубок мэра Да нет Это игра так называется Так нормальное же было название КВН Ты чем слушаешь? КВН, Кубок, Вера, Москвы Между прочим, Москве в этом году 870 лет Надо бы подарить что-то Так, ну что обычно дарят женщине на 870 лет? А? Юлий Соломонович Ну у меня есть два стихотворения Про Сургут и про Москву Ну давай про Москву Новостройки вверх растут Люди добрые живут Очень нравится нам тут С днем рождения, Москва Про Сургут рассказывай? Не надо Рухин, у тебя что? Врачи сказали, можно не беспокоиться Подарок, говорю, какой? А, точно Выносите Ну что, Москва Такого тебе еще никто не дарил Это что? Просто я только на выезде из Сургута вспомнил, что нужен подарок И вырвал дорожный знак? Я в него все силы вложил Ребят Мы с такими подарками далеко не уедем А куда ехать? Мы так-то еще в Сургуте Так, знаете что? С меня довольна Тихо, тихо, тихо А не слишком ли много текста для одного человека? На, Милан, говори ты его слова А то стоишь, молчишь Так, знаете что? С меня довольна Я ухожу Ладно, теперь по делу Мы тут недавно на Голосящем Кивине выступали Внимание на экран Мы точно уверены, что заберем большой Кивин с золотом Малый Кивин в темном Борцы Не, мы че, неясно выразились что ли? Ну хорошо, будем понастойчивей На сцене присутствуют Мастера спорта по вольной борьбе Чемпионы Европы и мира Футбольный клуб Анджи Народные артисты Чеченской Республики В общем, перед вами ровно 870 борцов Эээ, 48? Ну там плюс-минус Ааа, география? Да, география Какие же тупые А теперь борцовская притча Высоко-высоко Чуть ниже Во-во, вот здесь в горах Жили борцы И все вокруг говорили Что борцы тупые Мозгов им не хватает Говорили все А выжил только этот лысый Но если серьезно То нам всем не хватает лишь одного Кубка мэра Москвы А для полного счастья Так вообще И кубка, и мэра, и Москвы Ну а для вас выступали борцы С праздником Спасибо Пожалуйста Еду в магазин Апрельский день Как и все дни в Москве Начинается именно так Боже Сколько лет я в Москве Это песня о ней Боже Сколько может в однушку Вместиться людей Сколько лет я успешно играю японца В ресторанах Москвы Сколько лет самодельной метлою мету Бесконечный ашан А штукатурь подмети и подвези Отремонтируй и тут же снеси Сколько я заработал за эти года Не потратив почти отправляю туда, где Родина Не был я на родине Лет пятнадцать вроде бы Там звучит родная речь Нам она понятная А для вас Жегельбе 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 Эй, начальник! Боже Сколько взглядов Косых на раскосы разрез Боже Нам здесь искренне рад Лишь отряд ППС Арбат, Третьяковка и стены Кремля Но сниз за ночами родная земля Когда грусть почти снег Терзает утро Я гонимый тоскою Спускаюсь в метро А там Родина Для азиатов Родина Для Кавказа Родина Для прибалтов Родина Быть метро я не боюсь Сохранился здесь союз Посмотрите на горы и водную гладь Здесь на солнечных пляжах приятно лежать Пусть на фото Египет, Куа и Тайланд Турбестан красотою Не меньше богат Родина Столица русской родины Прими от сердца братского Спасибо азиатской Эх, Россия! Родина Дома Е-е-е-е Выше рубль Москва! Мы все еще рисуем мусы Все еще дежекам изьякские псы Все еще пишем в день по паре, шутят Ты понял зритель, мы все еще камысят Нет, это не Сережа Лазарев и не Дима Билан Это команда номер лан Мы поздравляем с днем рождения КВН Мы без подарка, к сожалению, с Торимен Лучший подарок это тот, который сделал сам Давайте наслаждаться моим голосом А это новый хит, как два кусочка колбаски Вот такая координация Москва, здравствуй! Ну что ж, добрый вечер, Москва! Добрый вечер! Я здесь, здесь, не в середине, я здесь Альцам Васильевич, вы такой интересный Это ты к чему? Это к тому, что, ну, неужели нельзя было раньше предупредить, что кубок надо возвращать? Так Ну, сами подумайте, а если бы мы его, я не знаю, ну Ну, например, потеряли бы, например Когда фотографировались Чистые гипотетисты Ну, не знаю, это что-то Я не ожидал Ну, хорошо, ладно, бог с ним Предупредили бы и вы тоже Мы бы заранее другой сделали Ну, вот есть же выход! Че вы? Че, убьет, убьет, нормально все? Ладно, я придумал Нужно думать логически Смотрите, это же кубок мэра Москвы Так, надо подумать Ни хрен думать, это кубок мэра Москвы Значит Значит, надо, соответственно, пойти к Сергею Семеновичу Собянину И попросить у него новый Он нам поможет, потому что он какой? Седой Добрый! Он добрый, понимаете? Вот чтобы не было таких ситуаций, надо отрепетировать по ходу Сергея Семеновича, понятно? Давайте, значит, я буду Сергей Семенович, а вы это вы А че это мы, это мы, а ты это он Давай я буду он, а ты с ними будешь мы Че ты мне мозги и места именишь? Короче, я буду Сергей Семенович Вот, если он спросит, где Азамат, что вы скажете? Ой, да он не спросит Поверь мне на слово муха Ой, как Дроздов сказал Короче Короче, мы че-нибудь придумаем Мышка в Энщике Ну все, давайте Значит так, смотрите Все Фантазируем, да? Мысленно переносимся в мэрию города Москвы Смотрите Значит, это мой кабинет Вы садите в приемной, правильно? Все Тут из кабинета выходит этот Главный по пробкам Грустный Опять втык получил Все Тут, короче, пытается зайти Главный по ларькам Его даже не пускают Все Поняли? И тут зайдете вы Поняли? Славка, объявляй Итак, сказ о том, как камызяки к Собянину ходили Сергей Семенович Сергей Семенович Да? Здрасте 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 О, кто там? Камызяки, мои любимые Здорово Че с лицом? Здорово Здорово Где веник? Почему не на работе? Шикарный голос Спасибо Шикарный нос На тебя вот не придумал шутку Так, а где вот мой любимчик ваш Такой харизматичный сам Капитан в вождя? Азамат, где он? Он в пробке застрял Банальная шутка При мэри-городе Москвы Ладно Так, по какими судьбами в Москве? Рассказывайте Ну, в общем, мы приехали вернуть кубок Похвально Молодцы Ну, а от меня что надо? Ну, мы его потеряли Помогите, пожалуйста Вот это вот я каждый день в Москве слышу Ладно Вот вам повезло, что у меня сейчас свободное время Ой В Москве с 7 до 9 у всех свободное время Альцам Васильевич все-таки молодец Что решил у вас кубок обратно забрать Почему? Потому что не надо шутить про одно и то же При мэри-городе Москвы Ладно Помогу Вы стойте здесь Я сейчас приду Вот в общем Нифига себе Спасибо огромное Сергей Семенович Мы никогда не забудем Как вы спасли комозяк Да ладно Москва всегда помогает регионам Отличная шутка, да. Ну, в общем, мы поспешили. Да. А то в пробку попадем. Ну, и здесь он скажет пока. Да, вот так и сделаем. Hello, people, опять мы. Знаете, когда люди из провинции первый раз приезжают в Москву, то здесь их ждет много нового и непонятного. Но мы-то другое дело. Мы-то в Москве уже второй раз. Не с два года сойдем на Казанском вокзале. Все, кто сильно спешит, вперед мы пропустим. В прошлый раз о Москве многого мы не знали. Но теперь ошибок мы не допустим. Не отдам на перроне носильщику сумку. Обойду стороной пирожками торговца. Я не буду цыганке давать свою руку. Особенно ту, на которой есть кольца. Не смотри на часы, переходишь в швейцарских нету. А еще в магазине этом адидас без одной полосы. Кипяток я не буду просить в кафешке. В прошлый раз на триста рублей обжелся. Не полезу я в центр круга кавказца. Там калинка-малинка, не кстати придется. У Кремля ходит Ленин ненастоящий. Там таких же, как он, троих можно встретить. Мне бесплатно кладут сувениры немые. Здесь немые такие, что могут ответить. Не смотри на меня, очень сильно красивый мужчина. Дома ждет меня женщина Нина. Пусть она не красит тебя. Тимофей, а зачем тебе плоскогубцы? А я в Ашане из тележек десятки доставать буду. Видали, человек второй раз в Москве уже свой бизнес строит. Гля, хламоны, что у меня есть. Дядь Баш, ей-богу, вы как маленький. Второй раз в Москве, а деньги на ерунду тратите. Что это я трачу? Может, я зарабатываю? Будешь брать? Нет. Тогда не лапай. Взял, сбил, что за человек? Мы практически стали уже москвичами. Чтобы не уступать, в метро засыпаем. На машине мы ездим только ночами. На вопрос, как пройти, говорим, что не знаем. Ха-ш-р-бе, ха-с-пер-ва. Да все верно, мы едем на Курский. Забывает тихонечко русский, дорогая моя Москва. Егорыч, про что-то еще хотели спеть? Ах! Я Нагиева не упрекну, что он в шапке. Видно, он такой же, как я, бродяга. И надеюсь, что повод финалит снова. Выйдет к вам простой армавирский стиляга. И пускай мы просты, слишком провинциальные лица. Может быть, не хватало столице, немного такой простоты. Спасибо. С вами была команда КВН «Русская дорога». Случай в московском кафе. Мужику, который живет на четыре семьи, подмигнула официантка. А что ты делаешь по четвергам? Москва – столица телевидения. А на телевидении самая неловкая ситуация происходит на «Давай поженимся». После окончания передачи. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам «Давай поженимся». Ну, получается, супруги. Ну, получается, супруги. Ну, супруги теперь. Алексей. Как? Вы же были Анатолией. Ну, я там приукрасил. Понимаю. Приукрасил. А как вам у нас в столице? Ой, мне Москва не очень нравится. Ну, что-то все бегают, суетятся. Мне больше нравится пиво. Ну, да. Это вы мне пытаетесь угодить, да? Приукрасила, да. Приукрасила. Да? Что-что-что? Утка. Утка. Мешает. Прилетела. Утка-летутка. Прилетутка, ну. Да не надо это. Да не надо. Сто процентов. Успеется сто процентов. Все-таки теперь мы с вами родные люди, да? Да. Роднулькины. Да, ладно. Роднулькины. Да, хватит. Ну, да. Алексей. Да. А давайте лучше первый танец молодых. А это я могу? Да. Да. Майя Бэйби Турбопушка. Знаете, вот мне второй раз ваш танец еще больше понравился. Кубок мэра Москвы. Но Москва для каждого своя. Кому-то она златоглавая, кому-то белокаменная, ну, а кому-то нерезиновая. Но поверьте мне, о Москве можно бесконечно говорить прилагательными. Москва многоэтажная, пораньше всех стоющая, убежище дающая, с гирляндами огней, машины заберущая. Годами боль терпящая, на выдумки хитрющая, чем дальше, тем сильней. Французом осажденная, француза приютившая, работу всем дающая, вещедрая она. Спокойная и модная, на санкции забившая, и КВН родившая, великая Москва. В Москве проживает очень много приезжих с юга. Но такая ситуация с ними навряд ли когда-нибудь произойдет. Господа, позволю себе с вами не согласиться. В поэзии Бродского не могло быть таких строк. Это слишком футуристично для него. Ну, не знаю, не знаю. Но вы знаете, я бы не согласил. Привет. Привет. Издалека? Что? Издалека, говорю, меня заметил. Любишь меня? Не знаю. Правильно. Я тебя не знаю, Катя. Очень приятно. А что тебе приятно? Я тебя что сейчас, по спине шаглажу? Нет. Слышишь, лысый, хочешь мне? Нет. А почему? Вы, случайно, не эти? Не знакомы друг с другом? Эй, третий. Криштиану Роналду нравится? Нравится. А что тогда с этими сидишь? Есть кто-то моложе 18? Да-да. Это хорошо, это я люблю. Так а вы вообще откуда? С Грозного. Громче. С Грозного. Лысый, Аватара смотрел? Смотрел. За кого переживал? За синих переживал. А за нас не надо переживать, у нас все нормально будет. Никогда не думал, что скажу такое, но... Девушка, уходите, а то я сейчас полицию вызову. И что ты им скажешь? Скажешь, что одна русская женщина пристает к четырем кавказцам? Ну давай, давай. Москва, 2012 год, 11 ноября. Ну давай, давай, вызывай, сейчас смешно будет. Бежим, бежим. Друзья, а сейчас мы откроем вам секрет, почему так много кавказцев приезжает в Москву. Просто мы в нее влюблены. И в свои песни хотим ей в этом признаться. Этот город стал родным для нас, и даже в честь тебя, я ребенку имя дал в Москва. Вот и мальчик у меня, ты лучше, чем в отце. Ты красивей мусы, ты наравне жалей. Плачем мы, не можем без тебя, чтобы слез не видно было. Плачем мы себя, чтобы вновь вернуться навсюда. Бросили мы фонтан, все наши паспорта. Я тебя люблю, я жить без тебя не могу. Мы понадеем в себя, и в интернете добавим друзья. Масква, я пред тобой, на колени встал вниз головой. Я настолько тобой дорожу, что по тебе я по килограмм хожу. Пацаны, пацаны, там Рамзан Катыров идет. Чечня, родная Чечня, ты в сердце, в душе у меня. Я тоже столицу люблю. Продолжайте, и я посмотрю. И, быть может, Москва через год, Да растешь ты до южных широк. И тебя мы полюбим в войне, Весь метро будет даже в Чечне. Кто умеет любить, Сможет даже себя изменить. И пусть смелым покажется шаг, Для вас мы, мы станцуем вот так. Я тебя люблю, Судоход, духа, ес-за. Ес, ес, ай, лов ю. Москва, тебя я люблю. Я тебя люблю. Дорогие друзья, в последнее время Мужчины в Москве становятся все более утонченными. Мужчина, вы определились? Да, девушка, 92-го, полный бак, пожалуйста. Даже самый храбрый автомобилист Москвы Вздрагивает при слове автоэвакуатор. Итак, перенесемся в логово зла Утренняя планерка автоэвакуаторщиков. Ну что ж, доблестные санитары города, Я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, Будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. Напомните мне главный принцип эвакуаторщика. Если не получается с первого раза прочитать название машины, То ее лучше не трогать. Давайте закрепим. Перед тобой Ламборджини Авентадор И старая шестерка Жигулей. Какую машину ты заберешь? Вот здесь все-таки Ламборджини. Почему? Потому что вашу машину я не трону. Спасибо тебе большое. А теперь скажите наш девиз. Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу. Скажи, а ты украл этот девиз? Нет, сэр, я его эвакуировал. Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, А я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой? Да, на сегодня ты пешеход. Я не понял, ты что вообще ничего не боишься? Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться? А может быть мне тебя в багажник запихать? Ха, накуси-выкуси. Ох, ребята, переживаю я за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, Что эвакуаторщик это древнейшая профессия. Сэр, а разве не... Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, Мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, В один прекрасный день, Кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки, И она станет нашей. Да! Мать-то! Сейчас в Москве идет война с пробками. А в войне обычно участвуют две стороны. Итак, в штабе противника. Друзья, Собянинское войско наступает. Они строят четвертое кольцо. Спокойно, спокойно. Нужно мобилизоваться, чтобы продолжать создавать пробки. Давайте проведем перекличку. Дальнобойщики здесь? Здесь! Тупые тёлки с телефоном за рулем здесь? Мы справа. Молодцы! Водители, которые постоянно хамят на дорогах здесь? Пошёл ты! Добрый вечер. Здесь! Нетерпеливые водители вижу. Молодцы! Те, кто строит торговые центры, а парковки там не строят. Здесь! Здравствуйте! Ванцы, Сахбеджан. Извините, а можно мы пойдем? А что такое? Сейчас пол шестого, час пик. Самое время перекладывать асфальт. Конечно, идите, конечно. Кстати, поаплодируйте вот этому человеку. Буквально вчера он ехал по внешней стороне МКАД, увидел, что на внутренней стороне голосует человек, не растерялся, совершил полицейский разворот, не смог перепрыгнуть отбойник и создал пробку на 8 часов. Браво! Браво! Качай его! Друзья, друзья, не надо аплодисментов. Я уверен, что на моем месте абсолютно любой баран поступил бы точно так же. Ладно. Нам нужно дотерпеть до зимы. А там грядет наш союзник. Гололед! Да! Я надеюсь, никто вовремя резину менять не собирается. Все-таки помните, Москва, она не белокаменная, не златоглавая. Москва, она десятибальная. Поэтому встали и пошли. Это ж пошли и встали. Давай! У нас молоды, впереди года. И дней золотых. А теперь эксперимент, который мы готовили. Парни, секундочку. Добрый вечер всем. Александр Васильевич, разрешите низко поклониться. Хотя, что-то я разрешение прошу вам, я что-то начальник. Александр Васильевич, низко кланюсь вам в пояс. И поздравляю вас с днем рождения нашей любимой игры. Современно. Александр, вообще-то это не просто день рождения, а это еще кубок мэра Москвы. Ну вот, именно поэтому сегодня я подготовил свой новый цикл басен, который я назвал современные московские басни, или сокращенно, собясни. Ну давайте послушаем. Начнем с простого. Андрейка и наклейка. Чтоб защищать права простых людей, в СтопХам решил пойти студент Андрей. И в первый день, работая в СтопХаме, увидел на газоне черный хаммер. Давайте сразу мораль. Мораль. Легко с капота соскрести наклейку, куда сложнее с бампера Андрейку. Вы что, это и есть ваш подарок на день рождения? Не, ну что вы, что вы. Конечно, я не мог прийти с пустыми руками. Дело в том, что я считаю несправедливым, что у Кубка Мира по футболу теперь есть логотип, а у Кубка Мэра до сих пор нет. Поэтому... Та-дам-та-дам. Вот. И что это? Как что? Кубок Мэра Москвы. Кубок Мэра Москвы. И вас с праздником. Александр, Александр, и, пожалуйста, закройте дверь в прошлое. Спасибо. Ты не представляешь, как сложно быть в Москве супергероем. Внимание на экран. Алло. Бэтмен, ты нам нужен. Бегу. Кубок Мэра Москвы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Он там! Оксана Васильевич, я, собственно, что прибежал? Во-первых, спасибо за сезон. Во-вторых, можно я на следующей неделе костюма дам? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти слова о тебе, Москва Затихает Москва Открывается дверь и заходит Собянин Удивленно спросил, почему света нет? По шамане в шамане в щитке он тут чаши подарит Москва Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И я не могу, что ж об одном, Что хотя у нас два москвича Маслякова, Коренной лишь один Масляков. Ну, что сказать вам москвичи на прощание? До свидания, дорогие москвичи, Доброй ночи, доброй вам ночи, Вспоминайте нас! Ветер. В Москве люди идут на работу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, тема конкурса «Если бы я был москвичем». Но для казаха быть москвичем трудно, ведь порой гуляя по Москве можно и загулять. Для меня быть москвичем нельзя, нельзя, ведь свинину кушать мне нельзя, нельзя. Брать четвертую жену нельзя, я знал, но вчера в одном кафе я загулял. Я хотел, чтобы это был сон, но по-моему, я не спал, я свинину поел. Я же не изменил и в общественном месте курил. Для казаха алкоголь беда, беда, расщепляющего нет. Ферн, ментал, но достаточно глотка иногда, Чтобы испортить имидж свой навсегда. Я хотел, чтобы это был сон, но оказался внутри коньяк. Дорогие друзья, на самом деле, благодаря КВНу, Я немножко стал москвичем. Не закончен этот сезон, я могу быть еще москвичем. Был я им в октябре, стал я им в ноябре, А теперь хочу быть в дико. Вы что, не играйте со мной? Брежелательно в этом году. Спасибо! Еще раз добрый вечер! Этот конкурс называется «Новеллы о Москве». И сегодня мы покажем вам... Так, стоп! Подожди, что случилось? Ничего не случилось, дорогие друзья. У меня радостная новость. Дело в том, что в команде гостей столицы Наконец-то появился настоящий москвич! И я хочу знать, кто это. Начнем с тебя. Ты не ответил на мой вопрос. Сын, давай быстрее мне человека еще в аэропорт везти. Ты ответил на мой вопрос. Москвич? Нет. Сейчас проверим. Москва не сразу... Зажралась! Не москвич. В Третьяковке был? Конечно, это же Третьяковка. Точно не москвич. Москвич? Сэн, ну что ты такое говоришь? Я даже в универе пьежево играю. Ты не ответил на мой вопрос. Давай быстрее. Мне в аэропорт надо такси ждет. Ты ответил на мой вопрос. Так я не понял. Меня тоже спросили. Давай без ерунды всякой. Не, подожди. Ты у всех спросил, а меня нет. Я что, лисы что ли? Давай спросили. Хорошо. Москвич? Да, москвич. Молодец. Как дома? Нормально, брат. Женился вот. Ребенок родился у меня. Кто? Мальчик. Москвич? Не, ну вырос и сам решит. Так, давай, мальчик. Иди тут, взрослые, разбираются. Иди поиграйся. Хорошо. Раз никто не признается, пусть москвич сам поднимет руку. Поднял. Стоит и улыбается. Я так и думал. Ну что ж, я вас поздравляю, дорогие друзья. В нашей команде самый скромный москвич. Так, у нас заявление. Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве». Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет? А это не от Перми. Это отцы России. Охренела Москва, тут в метро есть с зарядкой сиденья. Да и урны здесь как-то неловко ударить ногой. Твои чистые лавки и клумбы, твои преступления. Потому что нельзя быть в России красивой такой. В парке теннисный корт, грамаки, очень сытые птицы. Можно в гольф поиграть и бесплатно на юг уходить. Небоскребы, фонтаны, асфальт, полицейские в чистом. Прямо чувство, что кто-то загранник сейчас должен спросить. Охренела Москва, вы, блин, чё? Вы вообще что ли нафиг? Это чё, чё серьёзно в натуре? Да нахрен, капец! Игорь Александрович, так ничего не понятно. Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет. Это чё, блин, трамвай? Вот трамвай, а это шаттл на Венеру. А вот тут объясните, куда отошёл продавец? В гум зашёл в туалет, постоял, помолчал, передумал. А в конец охренел, увидав у ментов МСДС. Стёкла бил на Тверской, Путыл коршеринг ногой. А-а-а, потому что нельзя быть в России красивой такой. Как в автобусах ездить? Туда же кондукторов нету. Общение от ссора, от драка, от дружбы, от секс. А в пивных магазинах зачем девятьсот видов пива? Столько в жизни не выпить. Ребят, это точно мой текст. Угадайте, Москва, а где пень? Где Рязань, где Челябинск, Где Самара, где Нижний, Такил, где Ухта, где Тамбов. Вот такие дворы не готовят детей к взрослой жизни. А фантазия как же? А крабрость к животным любовь? Резал ёлки пилой. А-а-а. Под Кремлёвской стеной. А-а-а, потому что нельзя быть в России красивой такой. Демокраш, либо я, либо никто, ты шумкаешь. Игорь Саныч, да чё вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду. Хе, гастрит на Пасху. Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом всё. А-а-а. Потом деньги и силы заканчиваются. И пора возвращаться домой в реальность. Да, пусть в Пермь не Москва. Это плюс. В пробке там не застрянешь. Не разбудит косильщик. Никто не следит за травой. Можно вылечить зуб. Не в кредит. Можно дома. Подстричься. Не боясь облысеть, можно в речку нырнуть. С головой. Да, там скучно порой. Да, там есть недострой. Но когда мы в Москве, То всё время нас зря нет домой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя никогда заменить дом в Москву. АПЛОДИСМЕНТЫ Сборная Пермского края. Спасибо. Потому что нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok